Окей, давайте продолжать потихоньку. Значит, я обнаружил, что у нас осталось три лекции, и за эти лекции я хотел рассказать две истории, связанные с предельным поведением дифференциальных уравнений на плоскости и в трехмерном пространстве. Ну, в пространстве больших измерений. И первое, что я хотел обсудить, это поговорить сегодня про то, но, собственно говоря, я уже в какой-то мере анонсировал этот результат, и я говорил, что если мы живем на плоскости, если у нас фазовое пространство двумерно, то тогда, в общем-то, более или менее единственными устойчивыми предельными поведениями для траекторий дифференциального уравнения являются особые точки, то есть положение равновесия и предельные циклы, то есть какое-то движение, которое очень близко к периодическому. Ну, вот я сегодня попробую доказать теорему, которая называется теорема Панкребен-Диксона, и это теорема про то, что в некотором смысле ничего другого нет. Значит, давайте я скажу, что это предельное поведение решений автономных дифференциальных уравнений на плоскости и теорема Панкребен-Диксона. Значит, давайте я начну с некоторых определений, которые мне понадобятся. Значит, у нас есть определения. Мы сейчас будем рассматривать какое-то уравнение, x-точка равняется v от x, при этом x двумерная штука, вообще не обязательно двумерная, можно рассматривать в призвольной размерности. Тогда, значит, если мы возьмем, зафиксируем какую-то конкретную точку P, пусть P какая-то точка в фазовом пространстве, какое-то начальное условие. Значит, можно определить траекторию, которая проходит через точку P. Ну, давайте считать, что у меня есть x от t, P. Значит, это траектория решения. Решение с начальным условием x0P равняется P. Тогда омега предельным множеством точки P или траектории, проходящие через эту точку. Называется такое множество. Значит, коротко говоря, это предельное множество всевозможных точек траектории при t, стремящемся к плюс бесконечности. Значит, ну, давайте я сформулирую это полностью. Значит, омега от P. Это такая штука. Это множество таких точек Q из нашего фазового пространства. Что существует последовательность момента времени? t, k, t. Значит, t, k, t стремится к плюс бесконечности. При k стремящемся к бесконечности. И x, t, k, t, p стремится к Q. Значит, вот аккуратное определение того, что такое омега предельное множество. Давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Значит, допустим, у меня есть такое уравнение. x-точка равняется минус x, x одномерный. Ну и давайте возьмем какую-нибудь конкретную точку. Возьмем точку 1. Что является омега предельным множеством точки 1? Давайте посмотрим на определение. и ответим на такой вопрос. Для системы x-точка равняется минус x, что является омега предельным множеством точки 1. Значит, и мы знаем, что такое омега предельное множество. Это множество всевозможных таких точек Q, что есть последовательность момента времени, стремящаяся к плюс бесконечности, что последовательность точек нашей орбиты в эти моменты времени нашей траектории в эти моменты времени будет стремиться к Q. То есть мы можем выбирать, в какие моменты времени нажимать на кнопку фотоаппарата. И дальше, когда мы просмотрим последовательность кадров, мы увидим, что наша точка будет стремиться, будет приближаться к точке Q. Вопрос. Значит, вот для такой системы, что является омега предельным множеством точки 1? Так, X01, не понял вопрос. То есть не понял. У нас как бы сейчас все одномерное. Вот у нас вот X, вот одномерная штука. Я пока что не понял ваш ответ. Все точки с этого промежутка... Нет, смотрите. Нам важно не то, что эти самые точки стремятся, значит, куда они там стремятся. Нам важно, куда стремится эта траектория. Мы рассматриваем последовательность значений нашего решения по какой-то последовательности момента времени, стремящегося к бесконечности. А нельзя здесь сказать, что бесконечность будет? Или просто немножко непонятно? То есть у нас, получается, вот это множество мы задаем так. Это все возможные точки Q, к которым может стремиться траектория, которая проходит через какую-то точку, которую мы задали. Да, вот мы задали точку 1. Дальше мы выпускаем из этой точки 1 траекторию. Но давай считать, что вот точка 1 будет соответствовать моменту времени 0. Давай считать, что у нас вот такой... Мне кажется, там тогда будет просто 0, потому что мы в обратном же времени. Там минус. Да, значит, здесь в уравнении написан минус. Поэтому траектория, выходящая из точки 1, будет обязательно просто стремиться к 0. Никуда не денется. И это означает, что единственная точка, для которой вот это утверждение верно, это просто точка 0. То есть омега-предельным множеством точки 1 является множество, которое состоит из точки 0. Некая другая точка не является омега-предельной точкой вот этой точки, точки 1, потому что из окрестностей любой другой точки мы в какой-то момент уйдем навсегда, никогда не вернемся. Поэтому вот это утверждение, оно будет верно только для точки 0. Согласны? Давайте посмотрим на что-нибудь более веселое. Давайте посмотрим на какую-нибудь такую картинку. Скажем, у нас есть система на плоскости вот такая. Она у вас была, или какая-то похожая система у вас была в работе, в медтерме. Допустим, вот такая вот система. Что здесь происходит? У нас есть динамика по иксу. Динамика по иксу какая-то вот такая. И у нас есть динамика по иксу, которая вот такая всегда. И, например, какая-нибудь... Давайте посмотрим, что является омега-предельным множеством вот такой вот точки, которую я отметил сейчас как точку P. Там левая устойчивая точка. Да, значит, понятно, опять же, что эта точка имеет вот такую вот траекторию, которая будет вести себя вот так, потому что у нас на вот этом промежутке икс умеет только уменьшаться и стремиться к минус единице. Здесь у нас минус единица, здесь единица. И икрек тоже умеет только уменьшаться и стремиться к нулю. Давайте я все-таки какую-то систему координат тут нарисую, чтобы было понятно, кто есть кто. Значит, это икс, это игрек. Вот, значит, омега-предельное множество точки P это просто точка минус один ноль. Хорошо, а есть какая-нибудь точка с каким-нибудь другим омега-предельным множеством здесь? В плане вообще для себя? Это один один, к примеру, у нее будет предельное множество один ноль. Да, можно рассмотреть какую-нибудь вот такую точку, давайте. Напишу, что это P с какой-нибудь волной. Значит, у нее омега-предельное множество, это другая предельная точка. Это точка один один, один ноль. Ну, хорошо, это случай, когда у нас есть особые точки, и траектория стремится к особой точке. Значит, в этом случае эта особая точка обязательно является омега-предельной точкой этого множества. В этом случае особая точка является омега-предельной точкой нашей траектории, или омега-предельной точкой любой стартовой точки этой траектории, и никаких других нет. Но давайте посмотрим на более сложный сюжет. Значит, допустим, у нас есть предельный цикл, и есть вот какая-нибудь картинка типа тех, которые мы рисовали в прошлый раз. Допустим, какая-нибудь вот такая. Давайте возьмем какую-нибудь точку, допустим, вот эту точку. То есть это точка P. Вопрос. Что является омега-предельным множеством этой точки P? Вообще, если оно. Может быть, окружность предельной множеством, да? Еще раз? Может быть, это вот окружность, которая нас стремится быть предельным множеством. Я думаю, это только точка. Да, в том числе дело, что омега-предельное множество – это недаром множество. Оно может состоять из нескольких точек, и, в частности, в данном случае оно будет состоять из всего вот этого предельного цикла. Ну, почему это так? Ну, потому что как у нас устроена эта траектория? Вот она будет наматываться на этот предельный цикл, приближаясь к нему все сильнее и сильнее. Это означает, что если я возьму какую-нибудь точку, которая лежит на этом предельном цикле, то я могу… Ну, как? Что я могу сделать? Я могу брать какие-то маленькие окрестности этой точки и выбирать те точки на моей траектории, которые пересекаются с этой окрестностью. С любой окрестностью будет пересечение, просто потому что мы приближаемся все ближе и ближе к этому определенному циклу. И поэтому здесь всегда будут возникать какие-то точки, и, соответственно, мы можем выбирать такую последовательность с момента времени, что эта последовательность с момента времени будет стремиться к бесконечности. То есть сколько угодно долго мы ждем, и все равно мы обязательно пересечем эту окрестность. Ну, и, соответственно, это означает, что любая точка предельного цикла является омега-предельной точкой траектории, которая на этот предельный цикл наматывается. В данном случае омега-предельное множество точки P – это и есть предельный цикл. То есть целая траектория. Такое тоже бывает. Бывает ли что-то еще на плоскости? Ну, с одной стороны, я говорил, что вроде как обычно не бывает, но с другой стороны, всегда оговаривался, что как-то в типичном случае не бывает, но в общем, можно ли придумать еще что-то хитрое? Такое, что не будет ни предельным циклом, ни одной особой точкой. Может быть, есть какой-нибудь идея на эту тему? А здесь не подойдет просто рассуждение о том, что у нас может траектория уходить на бесконечность. Ну, давайте вот траектория, которая уходит на бесконечность, мы не будем рассматривать. Давайте считать, что у нас таких траекторий нет, или они нам не интересны. Можно думать так, что у нас есть какой-то кусок фазового пространства, такой, что за пределы этого куска никакие траектории не выходят. Например, можно предположить, что у нас есть вот такая вот диссипативная область, область, в которую траектория только входит, и никогда за ее пределы не выходит. Нас интересует только то, что происходит внутри этой области. Может ли в этом случае быть что-то еще? Какие-то еще омега-предельные множества? На самом деле, это нет реальный вопрос. Но давайте попробуем нарисовать фазовый портрет, который дает нам пример омега-предельного множества, которое не является самым в себе ни предельным циклом, ни особой точкой. В какой-то мере является гибридом того и другого. Тут, в общем-то, все системы предыдущие я записывал явными формулами, либо сейчас, либо раньше. Ну, вот такого типа системы мы на прошлом занятии записывали явной формулой. Но сейчас я нарисую фазовый портрет. Никакую явную формулу я писать не буду, хотя теоретически это можно сделать. Фазовый портрет устроен таким образом. Допустим, что у нас есть седло. Вот обычное линейное седло. Мы начинаем с него. Ну, вот оно выглядит как линейное седло. Но дальше, вне окрестностей особой точки, система уже не является линейной. И, в частности, вот эта сепаратриса может загнуться. Вот так вот. Ну, в принципе, то, что сепаратрисы умеют загибаться, это для нас не является новостью. Когда мы рассматривали системы, консервативные системы, у нас там были всякие картинки, типа таких вот. Значит, допустим, какие-нибудь вот такие вот картинки были. У нас тут было какое-нибудь вот такое вот седло. И здесь было какое-нибудь вот такие вот траектории. Да, то есть вот локально, вблизи особой точки, вот эта штука выглядит как линейное седло. Но при этом, на самом деле, вот эта сепаратриса может загнуться как-то. И давайте мы сейчас ее тоже загнем. И более того, мы ее не просто загнем. В принципе, она тут загибается. То есть она может дальше прийти, либо как-нибудь вот так вот попасть, либо она теоретически может попасть как-нибудь вот так вот. И ни то, ни другое не запрещено. Но мы сейчас потребуем, чтобы эта самая штука попала бы вот ровно вот сюда вот в входящую сепаратрису. Это некоторые дополнительные условия. Не так-то просто его добиться. Ну, то есть его легко добиться, если у вас интегрируемая система, если у вас есть первый интеграл. Там она возникает естественным образом, и там она обязана вести себе именно так. Но если у вас система АБКК неинтегрируемая, первого интеграла нет, то вообще говорят некоторые дополнительные условия. Мы сейчас будем рассматривать именно такие системы. Ну и давайте предположим, что здесь есть еще одна особая точка. И что у меня траектория устроена вот так вот. Они как бы наматываются на вот эту петлю. Значит, вот здесь проходят вблизи этого седла и становятся все ближе и ближе к этой петле. Вот такие вот траектории. Ну вот давайте я возьму вот эту вот точку P и задам вопрос, что является омега-предельным множеством для этой точки P. Значит, это является омега-предельным множеством в этом случае. Вблизи каких точек наша траектория проходит сколь угодно далеко в будущем? Понятно, как тут динамик работает? Значит, мы вот так вот крутимся, крутимся, крутимся. Крутимся, крутимся, и все время приближаемся к петле. Как устроена динамика. Значит, что является омега-предельным множеством в точке P? Ну, хочется сказать, что как раз вот эта петля будет, но вопрос только вот в точке, в устойчивой точке, будет ли она являться. Вот это устойчивое? Сейчас у нас нет. Нет, нет, устойчивое. У нас есть седло, вот это седло. Седло, да. Ну давайте я это седло как-нибудь обозначу, пусть оно называется S от слова saddle. Значит, будет ли она входить в омега-предельное множество? Чтобы ответить на вопрос, будет ли она входить, нам нужно понять, будет ли наша траектория проходить вблизи нее, так сказать, сколь угодно близко к ней, в сколь угодно далеком будущем. Но поскольку у нас траектория как бы наматывается на эту петлю, она проходит все ближе и ближе к этой петле, то она, конечно, должна проходить и все ближе и ближе к этой особой точке. По-хорошему, конечно, нужно было бы рассмотреть какой-то конкретный пример и увидеть, что действительно это именно так и будет происходить. Дело в том, что за время прохода вблизи этого седла на самом деле у вас будет происходить очень сильное притягивание к этой петле. Но я сейчас предлагаю пока что в это просто поверить, в то, что такое возможно. Заметьте, что вот эта ситуация с петлей, отличается от предыдущей ситуации. В чем отличие? Казалось бы, и тут замкнутая штука, и там замкнутая штука. В предыдущей ситуации это с предельным циклом. Значит, в чем отличие этой картинки от предыдущей картинки, от вот этой? Может, в том, как само множество устроено предельно? Ну, там она у нас как бы непрерывная, а здесь у нас, ну, здесь она тоже непрерывная, но она имеет как бы предел при, ну, там, смотря по какому, наверное, при T с тремя 70 плюс бесконечности, вот эта точка S. Ну, да, то есть как бы идея такая. Вот здесь вот у нас предельным множеством является траектория, одна траектория, и если мы стартуем с этого предельного множества, то мы будем просто крутиться по этой траектории для бесконечности. А здесь у нас омега предельным множеством является не траектория, а объединение двух траекторий. Вот такой траектории, собственно говоря, петли, и самой особой точки. Это две разные траектории, но вот они обе входят в омега предельное множество. Такая ситуация тоже возможна. Теорема Панкарбин-Диксона говорит, что ничего другого быть не может. Давайте я сформулирую эту теорему аккуратно. Потом попробую доказать. Ну, давайте я скажу так, что пусть у нас x точка равняется v от x, x принадлежит, давайте я скажу, r квадрат. И я требую, чтобы… Значит, у меня есть какая-то точка p, которая тоже принадлежит r квадрат. И пусть траектория x, t, p является ограниченной. Давайте так я скажу, является ограниченной при t, стремящемся к бесконечности, при t больше нуля. То есть ее можно поместить в некоторый круг. Это, в частности, гарантирует, что она не уходит на бесконечность. Давайте я даже потребую, может быть, чуть-чуть большего. Давайте я потребую, чтобы не только эта траектория велась бы таким образом. Давайте я потребую, чтобы… Давайте я даже чуть-чуть большего потребую. Давайте считать, что у меня такая история, что вот у меня… Ну, в общем, картинка как нарисована выше, что у меня есть какая-то область, и у меня все траектории могут только входить в эту область, не могут выходить. И моя точка p находится внутри этой области. Так что давайте я даже потребую не вот этого условия, а… На самом деле, обычно вместо этого рассматривают просто дифференциальное уравнение на сфере, но поскольку мы не обсуждали, как устроено дифференциальное уравнение на сфере, я потребую вот такой вот области, в которую все входит. Значит, у нас есть какая-нибудь омега. Это область, из которой траектории не уходят. Ограниченная область. И пусть p принадлежит на самом деле омега. Вот. И тогда никаких проблем с тем, чтобы у нас траекторию куда-то там убегали. У нас в этот момент не будет. Значит, я утверждаю, что в этом случае справедливо следующее. Значит, тогда… Либо омега-предельное множество точки p является замкнутой траекторией. То есть это предельный цикл. Либо оно содержит особую точку. Ну, то есть, в частности, оно может просто совпадать с особой точкой. Значит, собственно говоря, вот этот сюжет говорит нам, что здесь наша траектория… Наша омега-предельное множество содержит особую точку. И все вот эти сюжеты здесь тоже омега-предельное множество содержало особую точку. Значит, оказывается, что ничего другого быть не может. Либо замкнутая траектория, либо омега-предельное множество содержит особую точку, но может быть еще что-то. Вот такую вот петлю. Вот. Значит, вот такая теорема. Надо сказать, что вот такая вот история, она является редкой. Ну, в каком смысле редкой? В том смысле, что вот эту вот петлю можно легко разрушить, немножко пошевелив систему. Ну, действительно, потому что условие, что мы выходили вот отсюда и попали ровно-ровно на ту же самую траекторию, которая вот здесь вот является, сепаратриса, это условие, так сказать, это условие очень легко разрушить, потому что это условие типа равенства. Мы говорим, что что-то должно совпасть с чем-то. В типичном случае у нас будет картинка какая-нибудь такая. Вот у нас есть вот такая входящая сепаратриса, у нас есть исходящая сепаратриса, эта исходящая сепаратриса как-нибудь допромахнется мимо этой входящей. Так это будет. Или вот так это будет. В общем, как-нибудь допромахнется. Поэтому на самом деле в типичном случае бывают либо предельные циклы, либо особые точки. И это на самом деле такой важный с естественно-учной точки зрения результат. Он говорит о том, что предельное поведение траектории на плоскости устроено очень просто. Это либо есть какая-то система, вы считаете, что какой-то реальный процесс описывается каким-то дифференциальным уравнением, а дифференциальное уравнение, оно, так сказать, незыблемо, оно никогда не меняется. И вы ждете какое-то достаточно длительное время. Вопрос. Как будет вести себя ваша траектория? Ответ. Если речь идет про систему на плоскости, то эта траектория будет вести себя одним из двух возможных способов. Либо это будет положение равновесия, либо это будет периодическое движение, предельный цикл, какие-то колебания. Больше ничего нет. В этом пафос теорема Панкрейбин-Диксона и все истории про изучение дифференциальных уравнений на плоскости. Почему я сейчас про это стал говорить? Потому что мне хочется подчеркнуть то, насколько большая будет разница с ситуацией, когда мы будем рассматривать трехмерное фазовое пространство. Потому что там появится предельная динамика, там появится мегапредельное множество аттракторов, которые устроены сложнее, чем предельные циклы и особые точки, причем фантастически сложнее, качественно сложнее. Ну вот, чтобы в достаточной степени проникнуться этим увеличением сложности при переходе к трехмерному фазовому пространству, хочется сначала проникнуться отсутствием сложности в некотором смысле в двумерном пространстве. Давайте я сейчас попробую доказать теорем Панкрейбин-Диксона. Как формулировка я понятна. После того, как мы обсудили все-таки омегапредельное множество, вроде бы должно быть понятно. Давайте попробуем доказать эту теорему. Нам понадобится сейчас следующая вещь. Мне понадобится лемма Жордана, которую я доказывать не буду. Или теоремма Жордана, я не помню, как ее принято обозначать. Ну, в общем, это такое утверждение. Если на плоскости есть, значит, нарисовать замкнутую кривую. Давайте я скажу замкнутую, не самопересекающуюся, для простоты. Плоскость этой кривой разбивается на две... на две открытые непересекающиеся области. Да, ну, то есть, что это за утверждение? Это утверждение, грубо говоря, такое. Вот представьте себе, что у меня есть плоскость, я на плоскости нарисовал какую-то кривую. Тогда я могу всю плоскость покрасить в два цвета. В один цвет я могу покрасить внутренность этой кривой. А в другой цвет я могу покрасить внешность этой кривой. Вот тот факт, что есть внутренность и внешность, нам сейчас как раз и важен. В частности, из этого следует, что... Давайте, значит, я потребую замкнутую, не самопересекающуюся. Давайте я напишу сейчас здесь гладкую, хотя на самом деле достаточно там спрямляемости. Значит, важно то, что вы не можете выйти, вот если вы стартовали, внутри этой кривой, вы не можете уйти из внутренности во внешность, не пересекая саму эту кривую. Вот такое утверждение, которое выглядит более-менее очевидным, на самом деле довольно сложно доказывается, но я сейчас не буду его доказывать. Но мы сейчас им будем пользоваться. Упражнение, значит, это верно для плоскости. А бывают ли такие поверхности? Значит, для каких поверхностей это неверно? Можете ли вы придумать? Какую-нибудь поверхность, для которых это неверно? Вот, ну это вам наподумать, а я буду теперь пользоваться этой самой Лемой Жорданом. Значит, давайте теперь доказывать теорему Панкрейбин-Диксона. Значит, первый шаг такой. Давайте возьмем точку П. Давайте возьмем точку Q, принадлежащую омега-предельному множеству точки П. Ну, вообще, если траектория точки П не уходит на бесконечность, то там из соображений, которые называются соображениями компактности, у нее обязательно омега-предельному множеству будет не пустым. Я сейчас, опять же, это немножко заметаю под ковер, но в это легко поверить. Значит, давайте рассматриваем точку Q, которая принадлежит этому самому омега-предельному множеству точки П. Значит, вот у нас здесь есть какая-то точка Q. И нам известно, что траектория точки П как-то к этой точке Q приближается. Так, я, кажется, неправильное обозначение. Я пишу омега-маленькое. Давайте вот что сделаем. У нас есть два варианта. Первый случай. Точка Q является особой. Что тогда? Если Q особая точка. Что можно сказать теперь про теорему? Это означает, что мы находимся вот в этой части. И мы доказали, что в этом случае теорема верна сразу же. Значит, больше доказывать нечего. Тогда омега-п содержит особую точку, как мы и обещали. Остается разобрать случай, когда Q не является особой точкой. Ну, давайте тогда посмотрим на окрестность этой точки Q. Значит, вот Q не является особой точкой, значит, из нее торчит какой-то вектор. И в маленькой окрестность этой точка. Наше векторное поле устроено как-то так. Мы в какой-то момент обсуждали, что есть теорема выпрямления. И, в общем, даже можно сказать, что мы можем выпрямить векторное поле в окрестности этой особой точки. Но, в общем, даже если не выпрямлять, то примерно понятно, что здесь может происходить. Значит, она устроена как-то так. Это наша фазовая кривая проходит как-нибудь вот так вот в окрестности этой особой точки куб. Значит, если у нас вектор здесь не нулевой, значит, где-то и в окрестности он тоже не нулевой. Ну и вот как-то наша траектория будет проходить таким образом. Значит, теперь давайте сделаем вот что. Давайте нарисуем кривую, которая не будет касаться всех векторов, которые находятся вот в этой окрестности. Значит, вот эта кривая, она называется трансверсаль. Значит, это такая кривая, которая не касается векторов векторного поля. Все векторы, которые в этой, которые, если я буду выпускать их из этой кривой, они вот как-то вот так вот торчат, они ее не касаются. Вот. Теперь смотрите. Значит, во-первых, мы точно знаем, значит, у нас точка Q является предельной точкой точки P. Это означает, что траектория точки P рано или поздно каким-то образом попадет в окрестность точки Q. И более того, она будет попадать в окрестность точки Q много-много-много раз. Бесконечно много раз. Давайте посмотрим, как именно она может это делать. Значит, давайте я рассмотрю. Давайте я как-нибудь эту трансверсаль обозначу, пусть она называется буквой гамма. Значит, пусть X1 это какая-то точка пересечения траектории XTP с гамма. Значит, гамма это какая-то коротенькая трансверсаль, она вот только в этой окрестности существует. Но поскольку мы обязательно, ну, как бы эта гамма, она пересекает все траектории, которые проходят в этой окрестности. Давайте так считать. Ну, всегда можно такую кривую построить. Можно окрестность таким образом выбрать специальную, чтобы в ней такая гамма существовала. Соответственно, если мы, в принципе, если у нас, в принципе, траектория попадает в эту окрестность, она обязательно пересекается с этой гаммой. Например, можно просто ограничить нашу окрестность какими-нибудь траекториями здесь и здесь. Будет вот такая вот какая-то штука. И тогда гарантированно, что вот этот вот кусочек нашей гаммы, это тот самый кусочек, который нам нужен. Значит, вот у нас есть какая-то точка X1. Давайте я сейчас еще раз нарисую этот кусочек, который относится к окрестности точки Q. Значит, тут у меня есть точка Q. Вот у меня здесь есть какая-то окрестность этой точки. У меня есть гамма. И вот у меня есть какие-то такие траектории здесь. И вот, допустим, что я из точки P каким-то образом пришел куда-то сюда. И вот пересек мою гамму в точке X1. Ну, а потом я должен покинуть эту окрестность, потому что у меня векторное поле не нулевое в этой окрестности. И ничего другого я сделать не могу. Я не могу сделать ничего, кроме как покинуть эту окрестность через вот эту вот верхнюю крышку. Вопрос. Что будет дальше происходить? Значит, вот я могу продолжить теперь эту кривую. Значит, какова дальнейшая судьба этой кривой? Что с ней может дальше происходить вот с этим вот решением? Может ли, например, такое быть, что оно будет стремиться к какой-нибудь особой точке, которая находится где-нибудь вот здесь? Может такое быть или нет? Вопрос. Вопрос. скажите ли может ли такое бы что-то траектория она прошла близко ку-ку а потом взяла и уперлась в какую-то особую точку ну вот как мы знаем бывают такие траектории которые стремятся к этой особой точки может ли картинка быть устроена вот так как я сейчас сказал как нарисовал я достаточно жилько прошла ку-ку наверно не может наверно может или наверно не может если достаточно близко ку-ку наверно не может почему не может но смотрите что вы знаете про точку к точку это не оба какая . . которая обладает некоторым специальным свойствам может ли быть вот такая картинка так марин я не понял кто придел так и что может все таки может ли все таки траектория стремится какой-нибудь особой точке вот сюда вот можно еще раз а у нас вот красная красная область это она задана получается как ну давайте считать что это вот что такое это какая-то маленькая окрестность точки q про которую мы узнаем следующее значит в окрестности вот в этой самой маленькой окрестности точки q векторное поле устроено как то вот так вот это просто набор вот таких кривых которые начинаются вот где-то здесь на какой-то дочке что вот я провел здесь какой-то кривой допустим условно условно горизонтально значит они начинаются здесь заканчиваются здесь ну и давайте считать что я ограничил справа и слева это все тоже какими-то траекториями то есть у нас вот эта окрестность устроена очень просто я в нее могу попасть только через эту нижнюю крышку а выйти только через эту верхнюю крышку граница это наш траектории принципе если вы верите в теорему про выпрямления векторного поля в окрестности особой точки то можно было бы эту картинку рисовать просто так что у нас есть какой-то вот прямоугольник у нас в этом прямоугольнике все траектории просто вот так направлены вертикально вверх и вся наша окрестность это просто реально вот такой вот вот такой прямоугольник подходящих координатах но в действительности он будет каким-то вот таким вот немножко изогнутым самое главное что это просто какая-то маленькая окрестность точки ку который мы там можем выбирать сами ну вот мы ее выбрали по столь как мы ее выбрали мы получили точку x1 но вот вопрос чтобы дальше происходить с этой траектории что может происходить может ли такое быть что эта траектория теперь стремится вот какой-нибудь особой . который находится где-нибудь вот здесь вне нашей окрестностей да может они могут ходить через окрестности идти дальше они же идут дальше поэтому они могут до точки выстрелиться кто кто они вот у нас есть ровно одна траектория траектория точки п вот может ли такое быть что она проскочила мимо точки ку и дальше устремилась какой-то другой особой точки и дальше всю жизнь будет стремиться к ней но если у вас вблизи точке ку линии выглядят параллельно вот как снизу рисованы туда то что то может да то могут вот такая вот картинка но смотрите не противоречит ли это чему-нибудь не противоречит ли это тому что мы знаем про точку ку что мы знаем про точку ку собственно говоря все что нужно в данный момент нарисовано на экране все что нужно знать про точку ку так мы скажем если если у нас получается ку это предельное множество для траектории п но по определению ку входит в омега предельное множество точки п то есть мы выбрали точку ку из омега предельного множества точки п ну вот как бы про эту точку я ничего не говорю только я говорю что она находится где-то вне вот этой окрестности она может как-то пройти через верхнюю точку и обратно вернуться к точке ку нет но вопрос был такой может ли она стремится к особой точке и с на стремится к особе точки то значит она уже от нее не уйдет она к ней стремится нет она не может потому что она же стремится омега предельно множество если эта точка не входит в омега вене что она может вместо Ну, мы не знаем, входит она в точку в омега-предельное множество или нет, это другой вопрос. Но важное соображение, что Q входит в омега-предельное множество. А если Q входит в омега-предельное множество, значит, вот эта траектория, она обязана возвращаться к этой точке Q в сколь угодно далеком будущем. В частности, это означает, что она обязана к ней возвращаться сколь угодно много раз. Можно так сказать. Окей, но это не значит, что она не должна стремиться к желтой точке. Ну, к примеру, это может быть точка, лежащая на окружности. И окружность – это омега-предельное множество. Если, допустим, это желтая точка, это тоже точка на окружности, то она может к ней обоим стремиться? Ну, стремиться к обоим она не может. Она может иметь обе... Если они обе входят в омега-предельное множество, то она может к нему стремиться. Ну, сейчас все-таки давайте различать два понятия. Понятие, что кто-то к чему-то стремится, и понятие к тому, что кто-то является предельной точкой кого-то. Вот, например, вот на этой картинке, правда ли, что вот эта точка, правда ли, что траектория, вот эта траектория, которая выпущена из точки P, правда ли, что она стремится к вот этому седлу? Нет, это неправда. У нас на месте Олега поделил множество к этой петле. Ну, да, ну, как бы, можно сказать так, что предела у нее никакого нет, да, если вспоминать там курс мотоанализа, у нее нет никакого предела, но есть множество предельных точек. Вот это множество предельных точек, это и есть вся вот эта петля. Но неправда, что она стремится к этой точке. И здесь то же самое. Значит, неправда, что она может стремиться вот к этой точке. Потому что если бы она к ней стремилась бы, то она бы уже от нее не уходила бы далеко. А если бы она от нее далеко бы не уходила бы, то она не могла бы вернуться к точке Q. Если бы она не могла бы вернуться к точке Q, то значит, точка Q не была бы предельной точкой, не входила бы в Омега предельное множество. Поэтому самое главное, что можно сказать, это что вот эта траектория, она, как хочешь не хочешь, но она обязательно вернется вот в эту окрестность. Просто по определению того, что точка Q является предельной. Ну, то, что она принадлежит Омега предельному множеству. Поэтому вот такая картинка, как я нарисовал, невозможна. Как? Согласны теперь? Да, согласны. Все согласны? Значит, траектория после прохождения точки X0, точки X1, обязательно вернется. Значит, она обязательно вернется в нашу окрестность. Давайте как-нибудь эту окрестность обозначу в окрестность U. И раз она обязательно вернется, то она обязательно снова пересечет гамма. Да, давайте обозначим точку второго пересечения через X1. Через X2, простите. Значит, вот у меня есть точка X1, и дальше, поскольку мы решили, что мы обязательно вернемся, значит, у нас есть обязательно какая-то точка X2. Значит, вот такая вот точка X2 будет. Дальше ключевое построение всей этой теоремы, так называемый мешок Бенедиксона или ловушка Бенедиксона. Смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такая траектория. И у нас есть кусочек нашей трансферсали, которой траекторией не является. Но про которого мы знаем, что все векторы, которые эту самую трансферсаль пересекают, они ее пересекают в одном и том же направлении. Как-то вот так. Давайте посмотрим, что это значит. Давайте я сейчас отдельно нарисую эту траекторию, этот кусочек трансферсали. Значит, это будет выглядеть как-то вот так. Значит, на самом деле, вот здесь траектория, она может быть устроена очень сложно. Она может как-нибудь там, как угодно гулять. Но суть в том, что она вернется вот сюда. Значит, у нас вот здесь была точка х1, а здесь у нас точка х2. А все векторы пересекают вот эту трансферсаль вот так вот, в таком направлении. Теперь смотрите, что я утверждаю. Давайте рассмотрим вот такую замкнутую кривую, которая состоит из вот этой траектории и вот этого кусочка трансферсали. Значит, это замкнутая кривая на плоскости. Она там кусочно-гладкая, достаточно хорошая. И я утверждаю, что ни одна траектория не может за пределы этой кривой выбраться. Ну, почему это так? Допустим, что у меня есть какая-то траектория, которая попала внутрь. Вот, допустим, я стартовал отсюда. Дальше я каким-то образом попал внутрь этой области. То есть вот у меня есть какая-то внутренняя область по теореме, по лиме Жордана. У меня есть какая-то внутренняя область тут. И, допустим, что я каким-то образом попал в эту область. Как я мог в нее попасть? В каком месте я мог бы пересечь эту кривую? И как бы я мог попасть снаружи, как бы я мог попасть внутрь этой области? Ну, собственно говоря, я в какой-то мере это нарисовал. Значит, я хочу сказать, что единственный способ, как попасть, это вот через эту красненькую, красненький вход. Ну, почему так? Потому что вот эта синенькая штука – это траектория. Траектории не умеют пересекаться по теме существования единственности. И поэтому единственное, как я мог бы попасть, это вот так. И дальше я никак не смог бы отсюда выбраться. Потому что, чтобы выбраться, мне нужно пересечь либо вот эту штуку, а я не могу ее пересечь, потому что это траектория. А траектории друг друга не пересекают. Либо пересечь вот эту штуку. Но эту штуку я умею пересекать только в одну сторону, только вот внутрь. А вот так вот я ее пересечь уже не могу. Вот так вот это запрещено. Потому что векторы торчат в одну сторону. Понятно ли это построение? Вот эта штука называется «Мешок Бендиксона» или «Ловушка Бендиксона». Ловушка, потому что если вы в нее зашли, если триптория в нее зашла, то она уже оттуда не уйдет. Теперь давайте вернемся к этой нашей картинке. Смотрите, теоретически что возможно? Возможно, например, что точка x1 и точка x2 и точка q лежат… Сейчас я их так нарисовал, что у меня сначала x1, потом x2, потом q. А может ли такое быть, что у меня q лежит между x1 и x2? Давайте посмотрим. Я сейчас еще раз перерисую эту картинку и задам такой вопрос. Еще раз у нас есть такая вот штука. Значит, вот у нас есть точка q, вот у нас есть точка x1. Здесь у нас вышла какая-то траектория. И могло ли так получиться, что у нас точка x2 оказалась вот здесь, правее точки q на нашей картинке? Так что точка q лежит между x1 и x2. Вот такая картинка возможна или нет? Сложно, сложно. Не очень понятно. Но, наверное, нет. Потому что… Не знаю. Ну, смотрите, вот если бы так было бы, если была бы вот такая картинка, то что происходило бы дальше с точкой x2? Заметьте, опять же, что вот это у нас все одна и та же траектория одной и той же точки p. Но здесь где-то была точка p. И мы знаем, что q является омега-предельным множеством точки p. То есть у нас траектория вышла из точки p, и дальше она должна много-много-много раз проходить вблизи точки q, приближаясь к ней все ближе и ближе. Может ли это быть, может ли происходить это, если картинка нарисована вот так, как я ее сейчас изобразил? Смотрите, дело в том, что для того, чтобы проходить близко к точке q, у нас по определению точка q принадлежит омега-предельным множеством точки p. Это означает, что я могу взять сколь угодно маленькую окрестность этой точки q, и мне гарантировано, что траектория точки p когда-нибудь пересечет эту окрестность, причем будет пересекать ее в бесконечно далеком будущем. Но смотрите, если картинка нарисована, если у нас картинка так, как я нарисовал, возможно ли это? Вот, например, для вот такой окрестности, которую я сейчас нарисовал. Невозможно. Я чуть придумал. Если у нас все линии идут вверх, то тогда у нас траектория p должна пройти еще ближе к q, но она не может пересечь саму себя. Да. Вот, поэтому x2 не может лечить справа. Да, на самом деле видно, что из-за того, что у нас есть вот эта самая ловушка Бенедиксона, давайте я ее сейчас явно выделю. Значит, вот она, эта ловушка Бенедиксона. Благодаря этому попасть вот сюда мы можем только один раз, потому что дальше мы можем быть где-то вот здесь, но поскольку мы не можем выйти за пределы этой ловушки, мы не можем попасть вот сюда. А раз мы не можем попасть вот сюда, это единственный способ попасть вот сюда. Да, попасть вот на эту нижнюю половинку, это единственный способ попасть вот на эту верхнюю половинку. И поскольку мы отсюда вот сюда вот попасть не можем, то мы не можем попасть вот сюда. Ну, и это означает, что если картинка устроена вот так, как здесь нарисована, то невозможно, мы не можем добиться того, чтобы у нас вот точкой продолжения вот этой траектории хоть как-то бы попала бы снова вблизи точки q. Значит, она будет как-нибудь, она может как-нибудь вот тут вот крутиться, как хочет, но вот сюда вот ей доступ закрыт. И это противоречит тому, что точка q является мегапредельной. Значит, так не может быть. Так как q принадлежит омега-предельному множеству точки p. А как может быть? Давайте я еще раз нарисую картинку. Так. Значит, вот у нас точка x1. Обожаю вас, какая-нибудь спираль, к примеру, это является ловушкой бендиксона? Или как? Ну, да. Если мы сделаем вот так вот. Ну, да, такое вполне, ну, как бы, ну, ловушка-то да, но, как бы, вот ловушка бендиксона, из которой нельзя уйти. Угу, да. Вот. Итак, значит, как можно, как может быть? Вот у нас есть точка, вот у нас есть точка x1. Опять же, это траектория точки p. Значит, как может быть? Что может происходить? У нас может быть q, может быть, омега-предельным множеством. Только если у нас x2 лежит слева от q. Да, ну, вот, по крайней мере, так, как я нарисовал, да, x2 должно лежать по ту же сторону от q, что и x1. Он говорит, что x2 должно лежать ровно между q и x1, потому что, значит, если бы оно лежало бы вообще вот здесь, то это бы означало бы, что у нас есть, сейчас, значит, какая тогда картинка была бы. Да, была бы какая-нибудь вот такая вот картинка, и у нас была бы вот такая ловушка бендиксона, и тогда следующая точка, точка x3, должна была бы быть еще левее, еще левее и так далее. Мы бы тогда, ну, короче говоря, мы бы тогда нарисовали вот такую ловушку бендиксона, и за пределы этой ловушки никогда бы не выбрались бы, и к точке q бы не стремились бы. Значит, вот такая вот картинка тоже не может быть. И, на самом деле, единственная картинка, которая может быть, это когда точка x1, потом точка x2, потом точка q. Вот какая-то вот такая штука. Значит, у нас есть точка p здесь. Вот у нас здесь есть точка x1, потом она где-то здесь гуляла, 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 потом вот она пришла, значит, вот у нас точка x2 и так далее. Ну, и на самом деле понятно, что у нас таким образом возникает, то есть мы можем применить те же самые рассуждения теперь к точке x2 и построить следующую точку, которая называется точка x3 и так далее. У нас будет такая последовательность точек, значит, у нас будет последовательность точек xk, точки пересечения траектории xtp с гамма. Значит, гамма – это, напомню, вот эта вот штука. И дальше понятно, что это такая монотонная последовательность, значит, у нас xk плюс 1 будет лежать правее xk, по крайней мере, на нашей картинке. И xk будет стремиться к точке q при k, стремящемся к бесконечности. Значит, вот это единственная картинка, которая допустима. А дальше возникают два варианта. Значит, пока что мы просто выяснили, как устроена картинка вблизи точки q. А теперь давайте рассмотрим саму точку q и давайте рассмотрим ее омега-предельное множество. Значит, вторая часть. Давайте рассмотрим омега-предельное множество точки q. Давайте посмотрим на эту точку q. Есть два варианта. Первый вариант. Либо точка q, либо траектория точки q. Вот мы сейчас, мы до сих пор точку q рассматривали, вот просто мы взяли эту точку, нарисовали, но мы не рассматривали траекторию, которая через эту точку q проходит. Давайте мы сейчас выпустим траекторию из точки q. Давайте я еще раз перерисую эту картинку, чтобы чуть-чуть ее упростить. Значит, как у нас теперь жизнь устроена? У нас есть вот эта самая наша окрестность. У нас по-прежнему есть вот этот трансверсаль гамма. Значит, здесь у нас есть последовательность точек x1, x2 и так далее, стремящихся к точке q. И дальше мы рассматриваем траекторию, которая выходит из самой точки q. И рассматриваем ее омега-предельное множество. Значит, возможно, два варианта. Первый вариант. Либо траектория, выпущенная из q, возвращается в нашу окрестность u. Значит, вот эта вся окрестность называется окрестностью u. То есть это означает, что вот она, сама эта траектория где-то там погуляла и как-то вот сюда вот вернулась. Давайте посмотрим, как она может это сделать. Может ли быть вот такая картинка? Нет, не может, потому что она отдалилась от q, наверное. А она не может ее делать? Ну, сейчас. Про саму точку q мы пока не знаем, что она может делать и чего не может делать. Мы знаем только то, что к самой точке q накапливаются, что она может делать, что она может делать. Вот эти вот точечки x, которые являются траекторией точки p. Давайте я их как-нибудь тоже пробую нарисовать. Значит, вот то, что мы знаем, мы знаем, что верна вот какая-то вот такая вот штука. И так далее. Вопрос. Мы точно знаем, что вот эти вот траектория, они точно накапливаются к точке q. Вопрос. А почему траектория, которая выходит из точки q, не может уйти, не может сама сделать вот такой вот оборот и пересечь эту же самую трансверсаль вот чуть-чуть правее. Почему такая картинка невозможна? Ну, давайте посмотрим. Вот если бы такая картинка была бы возможна, тогда происходило бы следующее. Мы могли бы продолжать вот эту вот траекторию точки p, и она бы приблизилась бы сколько угодно близко, вот сюда вот слева подошла бы к точке q. Это означает, что мы дальше бы прошли бы еще раз вблизи этой самой точки q, вблизи вот этого вот, вблизи всей вот этой вот петли очень-очень-очень близко, не пересекаясь, но очень-очень-очень-очень близко, и попали бы вот сюда. А тут у нас есть ловушка Бендиксона, вот такая. И из-за того, что у нас есть эта ловушка Бендиксона, мы бы попали бы вот сюда вот внутрь, и после этого мы бы уже не смогли бы вернуться опять к точке q. Более того, мы бы вынуждены были бы, но на самом деле мы уже знаем, что у нас вот эта вот последовательность x, она не может проскочить через эту точку q. Но если бы сама точка q скакнула бы вправо, то траектория, которая проходит вблизко к точке q, тоже должна была бы скакнуть вправо. В общем, так не бывает. То есть тоже не может быть. А как может быть? Что может сделать траектория точки q, если она все-таки возвращается в свою окрестность? Вернуться в себя. Вернуться в себя, совершенно верно, да. Значит, единственный, на самом деле, единственный допустимый вариант это такой, что у нас точка q возвращается ровно в себя. Вот эта траектория выглядит вот так, а траектория точки p действительно на нее наматывается. Вот такая вот картинка получается. Не уточняю, я нарисовал. В общем, какая-то такая картинка получается. Здесь дальше происходит вот такое наматывание. И это ровно случай предельного цикла. q должна иметь замкнутую орбиту, замкнутую траекторию. Все остальное запрещено вот ровно теми же самыми соображениями, связанными с мешком Бендиксона. Хорошо. Давайте рассмотрим второй случай. траектория выпущенной из q не возвращается в у. Давайте рассмотрим ее омега-предельное множество. Сейчас будет вообще аховая картинка, потому что у нас есть точка p, наша исходная. У нас здесь есть точка q, предельная к p. И есть еще... Значит, вот здесь у нас есть какая-то такая траектория, которая вот как-то так себя ведет. Она будет накапливаться как-то... Она будет накапливаться как-то к этой точке q. А еще вот мы сейчас рассматриваем траекторию, которая выходит из точки q. И мы предполагаем, что она не возвращается в у. И у нее где-то вот здесь есть свое омега-предельное множество. И давайте мы рассмотрим какую-нибудь точку z, принадлежащую омега-предельному множеству точки q. Здесь у нас будет какая-то точка z. Как бы ее так нарисовать, чтобы было понятно, что она предельная, но при этом не обязательно, что наша точка к ней стремится. Теперь давайте посмотрим, что можно сказать про эту точку z. На самом деле, есть два варианта. Либо это предельная, либо это сама особая точка, либо она не особая. Значит, если z особая точка, то все доказано. Это ровно то, что мы хотели. Тогда понятно, что точка z сама входит в омега-предельное множество точки p. И тогда она является как раз той самой особой точкой, которая нам нужна. Давайте я сформулирую в качестве упражнения. z обязательно входит… Значит, если z принадлежит омега-предельному множеству точки q, а q принадлежит омега-предельному множеству точки p, то тогда z принадлежит омега-предельному множеству точки p тоже. Но, грубо говоря, утверждение такое, что если p становится близко к q, а траектория из q становится близка к z, то траектория из p тоже становится близка к z. И значит, z обязана быть в омега-предельном множестве точки p. Но я это формулирую в виде упражнения. Аккуратное доказательство. А сейчас просто скажу следующее, что либо z особая точка, и тогда все доказано, и тогда омега от p содержит особую точку. Либо нет. Но, смотрите, если z является не особой точкой, то мы можем теперь с точкой q и точкой z сделать точно такую же конструкцию, как мы вот здесь сделали с точкой p и точкой q. Мы можем построить вот такой же мешок бендиксоны и тогда получить следующее утверждение, что любая траектория, которая приближается к точке q, в данном случае к точке z, она будет поглощать, она будет жить внутри этого мешка бендиксона, и тогда траектория, которая выходит из точки p, попадет в этот мешок бендиксона рано или поздно и уже никогда не вернется вот сюда. И из этого следует, что такого тоже не бывает. Тогда построим мешок бендиксона. в окрестности точки z и получим, что траектории, проходящие вблизи z, не возвращаются в u, а значит и траектория точки p не возвращаются в u. Это противоречие. Давайте сейчас попробую нарисовать картинку, которая этому соответствует. Значит, вот у нас была, жила-была точка p. а точка p приближалась к точке q. Дальше. У нас есть точка q. Она приближается к точке z. Значит, она, во-первых, сама не возвращается в свою окрестность, а, во-вторых, она приближается к точке z, но при этом z не является особой точкой. Это означает, что вот эта траектория обязана делать какую-то такую штуку. Значит, она обязана вот так вот крутиться, проходить много-много раз вблизи точки z. И, значит, вот он, наш мешок бендиксона. Давайте я его сейчас явно выделю. Значит, вот у нас мешок бендиксона вблизи точки z. Вот такой вот. Теперь смотрите. Вот у нас траектория, которая выходила из точки p. Значит, она проходит вблизи точки q. Дальше. Из-за того, что она проходит вблизи точки q, она дальше проходит вблизи траектории точки q. Это означает, что она приближается близко к точке z. Это означает, что она попадает в этот мешок бендиксона. И все, она отсюда уже не выберется. И это противоречит тому, что она потом должна вернуться назад к точке q. Такого быть не может. Значит, противоречия с утверждением, что x, t, k, t, p стремится к q. Следовательно, единственный шанс, который у нас есть, это что точка z сама является предельной. Это уже ничему не противоречит. Ну и, собственно говоря, и все. То есть мы рассмотрели все случаи и выяснили, что у нас реально допустимо ровно два случая. Первый случай – это когда само омега-предельное множество точки p является предельным циклом, как вот здесь. И второй случай – когда оно содержит особую точку. И это, собственно говоря, ровно вот этот случай. Если вы внимательно проследите, то здесь видно, что мы стартуем с точки p. Мы можем взять любую точку q из его омега-предельного множества, и она сама, ее траектория будет стремиться вот к этой особой точке. Это как раз ровно второй случай, которая у нас допустим. Ничего другого невозможно. Вот. Вот такая теорема. И я всякий раз… Ну, во-первых, всякий раз я забываю, как это доказывается, но я за сегодняшнее утро вспомнил, как это делается вроде бы. По крайней мере, я не вижу больших пробелов. Сейчас мы в этом доказательстве, которое я рассказал. Всякий раз, когда я ее вспоминаю, мне кажется, что это простое утверждение. Всякий раз, когда я его доказываю и кому-то рассказываю, я понимаю, что это утверждение, за которым довольно трудно уследить. Но на самом деле, если вы попробуете сделать это самостоятельно, то у вас, скорее всего, получится. Потому что ключевая идея, которая здесь есть, это идея вот этого самого мешка Бендиксона. Потому что если у нас есть траектория, которая проходит вблизи самого себя, то у нас возникает этот мешок Бендиксона, из которого мы уже не выберемся. Остальное – это следствие этого самого истории про мешок Бендиксона. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы про это доказательство? Нет, доказательство понятно. Так. Еще, может быть, какие-нибудь вопросы? Как видите, мы здесь принципиальным образом использовали, вот когда в этой конструкции мешка Бендиксона мы очень сильно использовали то, что мы живем на плоскости. Потому что именно на плоскости возникает вот эта ситуация, что если вы ограничили какую-то область кривой, то вы за пределы этой области не выйдете, не пересекая эту кривую. В пространстве это уже неверно. В том смысле, что если у вас есть просто кривая в пространстве, то, конечно, вы легко можете как угодно эту кривую обходить. Тут не возникает никаких таких проблем. Вот. Ну вот, оказывается, что из-за этого динамика в пространстве может быть гораздо сложней, чем динамика на плоскости. Вот. Ну хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Спасибо. Хорошо вам, да. Да, все хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...